МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нас действует принцип губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Житель всегда прав». По желанию и просьбе жителей – главное формирование концепции развития как региона, так и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Таким образом, разработано семь проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участника форума. В частности, депутат Александр Дринов рассказал о проекте строительства нового ЗАГСа. Я, с вашего позволения, возьму на себя смелость предложить проект и постараюсь контролировать его и добиться его реализации. Это строительство нового, действительно современного, красивого дворца в Брагосочетании. Тем более, мы находимся в 19-м лицее. А территория вот здесь, она рядом прямо, около храма Боговленского, около парка Дубке. Великолепное место. Также депутаты Галина Болотова, Александр Васильев, Юлия Ишкова и Владимир Суслов представили свои проекты. В их числе современная антитеррористическая система безопасности в школе, модернизация троллейбусного депо в электробусный парк и увеличение маршрутов общественного транспорта, оснащение дворов видеокамерами по программе «Безопасный регион» и другие проекты. Кроме этого, депутаты вместе с жителями обсудили и другие вопросы по благоустройству придомовых территорий и работе управляющих компаний. Главное, несмотря на возраст, человек может высказать свою гражданскую позицию и делать этот город намного лучше. Поэтому большая благодарность совету депутатов городского округа Химки и главе городского округа за такую возможность. Лучшие проекты химчане выбрали путем голосования. Такая совместная работа жильцов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и городского округа в целом. Редактор субтитров А.Семкин